Добрый вечер! Мы, как всегда, с молитвой сердца, чтобы нам был успех в нашем сложном деле, продолжаем тему передачи традиции от горы Синай до наших дней. Мы уже с вами хорошо понимаем, что никогда не было такого, чтобы Тора передавалась только где-то в каком-то закрытом помещении, которое называют Медраж, с припущенными шторами или с полузакрытыми ставнями, где сидят ученики и оторванные совершенно от мира внимают своему учителю. Мы представляем с вами уже себе хорошо, что передача Тора из поколения в поколение зависит от окружающего мира, от событий, от исторических событий, и ее форма, и, так сказать, направленность, основные цели, которые ставят мудрецы в тот или иной период, очень-очень сильно зависят от окружающего мира. Многие идеи, даже основные идеи Торы, они, конечно, подвержены влиянию также внешнего мира. Может быть, мы об этом будем говорить в дальнейшем. Мы с вами прошли и разрушение храма, и восстание Варковбы, эпоху Танаев и Амараев, Гаонов, и добрались с вами до Европы, до Франции и Германии, до общин Вермайза, где в XI веке живет и трудится Раша. Основная тема, линия, которую мы старались с вами провести, я напоминаю, это земля Израиля. И мы с вами увидели, что кроме короткого периода в Бавеле, в Персии, не было исключений практически. Все мудрецы, их мысли, их желания, да и действия были направлены в сторону земли Израиля. Только раб Иуда, третий век этой эры, в Бавеле он сказал, что запрещено переезжать из Бавеля в землю Израиля. И, как вы помните, большинство его учеников не приняло это мнение. Они переселились в Израиль, к рабе Юханану, в Тверию, и стали его учениками. И также можно напомнить, что Рамбам и Манит, он выписывает в качестве Галахи, что нельзя переезжать из Бавеля, Бавилона или Персии, как мы с вами хорошо понимаем, в другие страны, но не говорит о том, что нельзя переезжать из Персии в землю Израиля. То есть он пропускает мнение Раф Иуды и берет в качестве Галахического мнения мнение его учителя Шмуэля, первое поколение Амараев в Бавеле, который сказал, что нельзя уходить из Бавеля, но не подчеркнул, не говорил о том, что нельзя из Бавеля уходить в землю Израиля. И вот мы с вами оказываемся в Бейт-Медраше, Раше, и мы говорили о нем и о его направленности, направленности его сердца и мысли из стороны земли Израиля, и то, что на что выражение в школе, то софот, который он создал, и на протяжении двухсот лет существовала эта школа, и практически мудрецы, которые принадлежали к ученикам Раше, последователям его, они физически приезжали в землю Израиля. Напомним, что последний из Балэй-Тософот, тот, кто был, скажем, считается завершающим Тософот, Маорам, наш учитель из Рави-Мейер из Ротенбурга, он попытался переехать в Израиль из Германии, мы говорим о 13 веке, и был схвачен, и закончил свои дни в темнице его ученик Рашба, Рабиш-Ломо Бен-Абрагам Бен-Адерет, Рашба, он поднялся и бежал в Испанию, и стал там одним из, не одним из, не одним из крупнейших, крупнейшим авторитетом, который построил также в Испании целую школу изучения Тори. И мое желание, моя задача с вами окунуться в Золотой век Испании, 11 век, Рави-Уда-Люби, затем Гавироль и так далее, но все-таки я чувствую, чтобы не повисать в воздухе, мне очень хотелось вместе с вами посмотреть Раши, и постараться познакомиться с Рашей, даже те, у кого есть опыт изучения Раши, я надеюсь, что из нашего такого экскурса в Раши извлеку для себя что-то новое. Вот в качестве повторения хотел бы исправить свои некоторые ошибки, которые сделал на прошлом уроке, после выяснения, я сказал, что в Нотр-Даме прятали еврейских детей, 8 тысяч еврейских детей были спасены благодаря подпольным организациям, которые действовали во время Второй мировой войны в Париже, и все это явление очень положительное, потому что они потом были переданы в еврейские общины, в отличие от того, что я сказал на прошлом уроке. Ну, ладно, хорошо, вот мы видим годы жизни Маорама, нашего учителя Рави-Мейера из Ротенбурга, 1220-1293, и после такого исправления этой ошибки давайте мы с вами откроем комментарий Раши, который на самом деле я послал вам для предварительного просмотра я вдумывания, и вот здесь мы попробуем с вами посмотреть. Я взял для вас Берешит, 15 главу, и здесь стих из Торы, но прежде всего хотелось напомнить, что комментарий очень часто, или, скажем, в большом числе процентов текста, это подборка из Агадот Талмуда и Медрашим. И тем не менее, эта работа очень творческая, потому что комментатор ставит своей целью раскрыть какую-то идею, дать какую-то направленность этому тексту, и из бесконечного числа вариантов, из всего того, что можно подчеркнуть, он выбирает то, что ему представляется наиболее важным, и, как мы понимаем, один комментатор это делает по-своему, а другой делает это по-своему, каждый ставит свои цели. Давайте посмотрим, что происходит с Раши. Представляется, что Раши на сегодняшний день также не изучен достаточно. Есть места, которые просто на них не обращают внимания, они являются очень важными. И есть противоречия в Раше, которые нужно обязательно решить. Он специально подчеркнул некоторые противоречия и оставил для нашего решения, поэтому часто такая фраза, которую ты можешь слышать на уроках или в Ешиве, Раши сказал, у Раши написано, она вызывает такую некоторую настороженность. Действительно, мы поняли ли мы достаточно Раши, чтобы можно было его процитировать вот в каком-то данном месте и воспользоваться им. Итак, у нас с вами Берешит. Я сделал шер, мы видим. Текст мы видим или я забыл сделать шер? Пока не видим. Текст не видно. Все, сейчас, секунду, я исправлю. Вот Берешит, 15, 5, 15 глава, 5 стих. И вывел его наружу, говорится о Баврааме, как вы помните, да, и сказал, взгляни-ка на небеса. Это после того, как Бавраам жалуется Всевышнему, что у него, он ходит бездетным, и у него не может быть потомка Всевышний, говорится, и вывел его наружу, и сказал, взгляни-ка на небеса, и сосчитай звезды. Можешь ли сосчитать их? И сказал ему, таково будет потомство твое. Не на звезды, таково будет потомство, убедись, что их нельзя сосчитать, и таково будет твое потомство. Что пишет нам Раша? По простому смыслу, вывел его из шатра посмотреть на звезды. А помидрашу сказал ему, выйди из гороскопа твоего, ибо ты видел, что у Абрама не будет в будущем сына, но у Абрама будет сын. То есть мы понимаем, что здесь Аврааму будет добавлено буквой и он станет Авраамом. Также и Сарай не может родить, но Сара родит. Я дам вам другие имена, и изменится судьба. То есть мы видим с вами перед собой перевод Раши. И дальше Раши продолжает. Другой комментарий пишет Раши сам. «Поднял выше небес и дал взглянуть ему сверху». На это указывает главол Абет. Абет Ашамай. Мы посмотри на небеса. И здесь Раши хочет сказать, что Лаабит очень часто это сверху вниз. Как выглядываться сверху вниз. Есть такой оттенок у этого глагола. Согласно Агадея Шаббат, это уже дальше мои пояснения. Теперь то, что нам с вами здесь очень и очень интересно. Раши говорит по простому смыслу и не останавливается на простом смысле. Хотя он сам в самом начале заявляет, что он пришел комментировать Тору по простому смыслу. Но, видимо, это у него не получается, потому что простой смысл оказывается недостаточным. Выбил его из шатра. И тут я хочу немножко вместе с вами попытаться поработать. И хочу призвать вас к активности и к быстрой реакции. И вот у меня вопрос к вам. Почему здесь Раши было недостаточно простого смысла? Почему он вдруг прибегает к Митрашу? Простой смысл вывел его из шатра. А Митраш, он тут же говорит, он вывел его из гороскопа. Дальше он нам говорит, вывел его за пределы небес. Простой смысл вывел из шатра. А дальше Раши говорит, вывел из гороскопа или вывел за пределы небес. Почему простого смысла было Раши недостаточно? Я думаю, что у вас есть готовые ответы, потому что эти вопросы стояли на нашем сайте. Хорошо. Если нет быстрого ответа, тогда мне придется ответить самому, что Раша обращает внимание, обращает наше внимание, что Тора не стала бы давать лишней информации. Какая разница, откуда вывел Всевышний Авраама? Был ли его из шатра, из шалаша или откуда-то еще? Но бытовые детали не важны, если они не приводят к некоторому раскрытию смысла, к осмыслению возможности посмотреть, увидеть в тексте какую-то новую глубину, новую духовную деталь. Ну, вывел из шатра, хорошо, Всевышний взял Авраама за руку и вывел из шатра. Это совершенно Раша не устраивает. Это не устраивает. Он приводит простой смысл для того, чтобы сказать, что простой смысл его не устраивает. И обещание Раши, еще раз я напоминаю, комментировать Тору по простому смыслу оказывается недостижимым. Но это не страшно. И помидраншу он говорит Аврааму, выйди из гороскопа твоего, ибо увидел ты, что у Авраама не будет будущим сын, а у Авраама и у Сары сын будет. Интересно, что, ну, тут мы можем себе представить обстановку, что Авраам жил в Урк-Аздим, где занимались астрологией. Астрология была как бы неотъемлемой частью веры и представления об окружающем мире. И Авраам ее, в том виде, в каком он ее усвоил, он также как бы ее придерживался. Но это хорошо, все понятно. А нас и нас интересует вот что. Нас интересует вот что. Раши берет информацию, свое соотношение с текстом, свой комментарий, он выбирает из медраж раба. Но есть приоритеты. Гемар является более приоритетной, чем медраж. В Гемаре есть Агада на ту же тему. И я бы, например, ожидал, что Раши возьмет из Агады материал похожий на ту, как бы рассказывающую о том же самом. Но он по каким-то причинам избегает Агады, а берет медраж. Медраж, напоминаю, то, что имена Авраам и Сара будут изменены, и будет Авраам и Сара. И тогда изменится, так сказать, и судьба. А вот что же нам говорит Талмуд? Так сказал Авраам. «Господин мира, слуга мой будет наследником моим». Сказал ему Всевышний, нет, не слуга, а тот, кто произойдет от тебя. Сказал ему Авраам, вот я посмотрел на свой гороскоп, и вот не таков я, чтобы родить сына. Сказал ему Всевышний, выйди за пределы своего гороскопа, так как действие созвездий не распространяется на снове Израиля. Планета Цедик и Юпитер должна появиться на западе, а я верну ее и поставлю на востоке. То есть Агада подчеркивает не изменение имени Авраама на Авраам и Сара и на Сара, а изменение положения планеты Цедик. Как мы понимаем, Цедик – это справедливость, а иногда можно представить себе это слово как милость, и эта планета соответствует Аврааму. И вот Медраж говорит, вот Цедик, планета, заходит, твое свойство как бы заходит, или планета, соответствующая моему свойству, заходит, говорит Всевышний, «А я возьму и перестану ее на восток, она будет восходить, она будет полна сил, и это даст тебе силы привести в мир ребенка, привести в мир сына». Вот я здесь выписал для вас вопрос, вот почему Раши, с чем необходимо написать про имена и их изменения, содержится в Медраше, но не в Агаде, который, опять же, по принципу комментариев, то, как делают комментаторы, они предпочитают Талмуд, Медраж. Их, опять же, вопрос, если кто-то в процессе подумал, то скажите, какая разница, изменить имена или изменить расположение звезд на небе? И почему Раши предпочитает остановиться на варианте изменить имена? Так, время пошло. Наверное, потому что тут сказано, что гороскоп не должен влиять, а если он переставит в планету, то, получается, все равно он как бы намекает, что вот я переставлю, а дальше уже гороскоп будет влиять по-другому. А имена это немножко другое. Отлично, спасибо за ответ. Представляется так, что наши мудрецы говорят, что созвездие не влияет на основе Израиля, но дальше они рассматривают несколько механизмов, почему не влияет. И вот та года, которую мы с вами привели, она принадлежит Раву, Рав. Рав и Шмуль, напоминаю. И Рав видит как бы изменение, как гороскоп не влияет. Он считает, что гороскоп есть, но Всевышний может вмешаться и изменить его. Всевышний может переставить звезды, буквально или не буквально, не берусь утверждать, но Всевышний сам своей рукой меняет созвездие. Поэтому посылка, что созвездия не влияют на основе Израиля, она остается. Вопрос о механизме. Почему не влияет? Как бы изначальное представление такое, что звезды представляют собой некоторую такую книгу, в которой записаны будущие события в жизни человека и в жизни государства, страны и так далее. Но, скажем, этот путь, начертанный на звездах, путь судьбы, предначертание судьбы, который выражен в звездах, его можно избежать. И выйти совершенно на другой путь. Вопрос, каким механизмом? Раши берет Медраж, который говорит изменением имен, а Агада говорит, что Всевышний по молитве в заслугу человека и переставит созвездие на небе. Есть разница? Окей, хорошо. Во-первых, большое спасибо за ответ. Любой ответ принимается. Любой ответ – большая ценность. И просьба не стесняться. И если что-то не получилось, это гораздо лучше, чем услышать вашу тишину. Теперь, значит, то, что… Да, пожалуйста, есть какое-то соображение? Можно вопрос вместо ответа? Нет, вопрос вместо ответа нельзя. Может, только ответ на вопрос. Для того, чтобы не потерять нить, отвечаю. Для Раши всегда важен человек. Его внутренний мир, его мысль, его направленность мысли, его духовное состояние. И то, что Раши нам здесь подчеркивает, меняется имя, меняется человек. Мы помним, что… Раши это также говорит, что когда Аврааму добавлена буква «Г», ему как бы добавлено пять органов тела. Два глаза, два уха и голова. То есть Авраам после изменения имени стал по-другому видеть, стал по-другому слышать и стал по-другому мыслить. И это явилось причиной того, что он, став другим человеком, вышел за пределы созвездия. Вышел за пределы созвездия. Здесь в Агаде рассказывается, дается такая картина, что по молитве, по обращению, может быть, даже по претензии Авраама, Всевышний меняет созвездия, берет и переставляет. И судьба начинает двигаться немножко по-другому, и она приводит Авраама к тому, что он рождает, что у него рождается сын. А здесь почти то же самое, но подчеркивается внутреннее состояние, изменение внутреннего состояния, изменение внутреннего мира человека, и это то, что всегда важно для Раши. И есть какой-то вопрос по этому? Что-то осталось непонятным? Если более-менее все понятно. Нет, просто признается связь, так сказать, реальность гороскопа, то есть судьбы человеческой, так сказать, на фоне звезд. Ну, вот перед нами источники, и мы об этом как-то говорили, и я посылал материалы вам, что взгляд на вещи такой, как бы картина, скажем, мы знаем, что Рамбама и Манит, скажем, отбрасывает астрологию полностью и говорит, что тот, кто в это верит, он верит, он просто похож на глупца, это как бы позиция Рамбама и Манита, он отбрасывает и астрологию, и колдовство, хотя в Гемаре посвящено, ни одна страница посвящена там колдовству, и проблемам колдовства, и мы в Торе видим с вами колдунов, Рамбама отбрасывает, мы можем потом поговорить, что он себе представлял, и почему он так подошел к вопросу. Но здесь у нас картина совершенно ясная. Есть книга небес, звезды, в которой записано будущее, в которой записано будущее, может быть, сегодня, как бы в свете общей теории относительности с нами кто-нибудь и согласился в какой-то степени, но это совершенно не важно. Есть книга небес, избежать любых неприятностей, которые записаны в этой книге небес, можно, можно, став, как Раши говорит, став другим человеком. Гемара подчеркивает, Талмуд, Шаббат, 156-й литр подчеркивает молитву, подчеркивается там же хорошие дела человека, они выводят его, как бы, на другую линию совершенно, показывают его, делают сами по себе, делают его человеком духовным, который становится выше звезд, и он, как бы, проскакивает на автопилоте, проскакивает все неудачные моменты, которые могут быть предначертаны заранее. Таково взгляд Талмунда, таково взгляд Медраша. Амбам и Манит, как мы с вами сказали, просто отлетает это все. Дальше можно соглашаться, можно не соглашаться, это как бы наше, это наше право, это не предмет веры, но мы видим картину, которую дает Медраш, и которую дает Талмуд. И вот Талмуд, но, честно говоря, я думаю, что мы с вами этот вопрос как-то уже разбирали неоднократно, и мы с вами даже, когда говорили об Амараях, и Раве, и Шмойле, и Раве Ханан, мы говорили об этом вопросе. Вот, теперь, значит, я еще раз тогда пошлю в материалах или выставлю статью по этому поводу, да, вот, а теперь я предлагаю сделать следующий шаг и взять еще один, еще взять другие моменты из, моменты взять из Раши, да, делаем с вами, пытаемся, по крайней мере, сделать это быстро, да, вот, и посмотрим, несколько, несколько моментов из Раши, да, я проверяю, что у нас есть, что мы можем взять, да, вот, и у нас здесь я перевел, ты взял для вас куски из Раши и перевел их, да, по образу его в Торе, давай, и сотворил всесильный, человека по образу его, да, что нам пишет Раши, да, он пишет нам так, по образу его, по форме, которая была сделана у него, то есть, Всевышний приготовил какую-то печать или форму, как готовят там для литья металла, или даже отлива литья литья металла, и вот по этой форме изготовленный он сделал человека, да, то есть, заранее видим какой-то неожиданный резкий уход от проблемы, да, сделал по образу его Раши, да, замечательный прием, да, сделал по образу, который был у него, да, по образу его и который был у него, в общем-то, слышится одинаково на иврите, да, и вот он нам подчеркивает по форме, которая была сделана у него, да, ибо все сотворено речением, а человек создан руками, как сказано, в тыре им и положил на меня руки свои, был сделан, да, как Раши продолжает, был сделан печатью, как монета, которую делают по оттиску, как сказано в Иове, перевернулся, как глина от печати, да, как глина под печати, можно сказать, Иов говорит о своем сотворении, говорит, я был сотворен как глина, которую сформировали печатью, да, хочу обратить внимание ваше, что просто прочтение Раши здесь мало помогает, оно требует глубокого глубокого обдумывания, да, существует такой обычай, да, который упоминается и в Гемале, называется Шнаем микро и хат таргу, читают два, читают два раза писания, да, то есть читают два раза туру, и один раз читают перевод, да, так делают на протяжении всей недели для того, чтобы подойти к субботе, к недельному чтению, к недельному чтению главы, да, считается, что это дает долгие годы жизни человеку и так далее, да, после того, как Арамейский перестал быть для нас разговорным языком, в общем-то, нужно сказать, что онкелос перевод на Тору, он, в общем-то, является комментарием, как мы сейчас и с вами увидим, несколько в дальнейшем не просто переводом, но и комментарием, но, тем не менее, Арамейский перестал быть для нас разговорным, перестал быть понятным, и многие авторизации считают, что нужно вместо онкела сочетать раши, да, то есть комментарий раши, прочитать два раза строчку и один раз прочитать комментарий раши, все это хорошо и замечательно, да, но это ни в коем случае не снимает проблемы понимания раши, в общем-то, если так можно сказать, не сделан для того, чтобы читать, а сделан для того, чтобы над ним подумать и для того, чтобы его понять, особенно в Торе, в Кемаре это так же, да, вот, и здесь мы должны представить себе, что хотел сказать раши, да, опять же, во чем должен быть смысл, ну, какая разница, да, сделана речением или сделана руками, в чем преимущество быть сделанным руками, да, хорошо, мы потом увидим, что, как бы, одна рука сверху, другая снизу, это делается как форма, как бы, да, создается какая-то форма, образно говоря, естественно, мы понимаем, что у Всевышнего нет буквально рук, я думаю, об этом не надо напоминать, да, вот, и, но, первый вопрос, какое преимущество в том, чтобы быть созданными руками, я задаю вопросы, которые, к сожалению, к великому сожалению, не задаются при изучении раши, все принимается, как бы, да, ну, вот, человек отличается от всего мира, потому что человек, мир создан речью, а человек руками, очень хорошо, пошли дальше, хорошо, если вообще на это обратили внимание, да, поэтому, у меня к вам вопрос, да, чем, что нам дает эта информация, в чем отличие того, кто создан речением, от того, кто создан руками, пожалуйста. Может быть, какой-то более близкий контакт, я не знаю, я на это очень хорошо, очень хорошо, первый, первый момент, первый подход, да, когда Всевышний делает руками, да, это большая близость ко Всевышнему, да, чем, чем то, что создается речением, правильно, значит, в чем это, в чем эта близость выражается, скажите мне теперь. Я, опять же, представляю себе, как бы, вот, образно, да, когда ты что-то лепишь руками, ты, как бы, я не знаю, тоньше, что ли, это сделать, ты вот можешь. Да, есть близость, есть близость к рукам, да, и как мы с вами можем представить себе из Кемары Брахот, остается то, что называется рошем, остается какое-то впечатление, да, даже, скажем, если представить, что руки убраны потом, да, что-то осталось от их давления, от их тепла, да, то есть ты можешь сказать, вот, как бы, так, человек прошел, и остался след, да, вот, а тут еще больше, да, осталось, вот это давление рук, оно осталось, и поэтому у человека есть, есть рошем, есть отпечаток, да, и Кемара говорит, это выражается в том, что ребенок однотневный, его боятся звери, да, вот, а мертвый человек, не про нас будет сказано, да, его даже мыши не боятся, да, то есть есть, пока у человека находится в нем душа, да, вот основа его, как бы, основа его, основа его сотворенности, если так можно сказать, да, у него есть рошем, у него есть отпечаток, он несет какой-то отпечаток, непонятный, непознаваемый, да, но он есть, и это тот образ Всевышнего, который в нем заложен, как Раша говорит, тот образ, который был у Всевышнего, сделан, и он по нему сделан человек, да, вот, ваше замечание совершенно прекрасное, да, может быть, что-то можно еще, что-то можно еще отметить, можно сказать? А можно как дополнительного, поскольку мы эту тему затронули, да, пожалуйста, я имею в виду мнение, что в чем, как бы, человек может быть подобен до Всевышнего, своей способностью тоже творить что-то новое, то есть человек, очень-очень хорошо, вы видите это в том, что он сделан руками, да, и это, да, как бы тоже может творить, очень, да, это очень интересно, кто говорит только, я не знаю, Женя, да? Да, это я, я прошу прощения, это я. Очень хорошо, замечательное добавление как раз того, что хотелось бы и услышать, да, что процесс творения, он, естественно, закладывает сущность творения, да, то есть как оно творится, чем оно творится, то оно потом, и, то оно потом таким и будет, если чему мир творится лечением, что значит лечением, приказом, материальный мир не обладает свободой выбора, он действует по приказу, по тому, что ему сказано, и как бы слово Всевышнего продолжает звучать, и заложены те законы, в принципе, физика, и метафизика, по которой существует материальный мир, человек создан руками, да, и это руки две, и это правая и левая, и он находится между чем-то и чем-то, кроме того, что мы сказали, что у него, что он, в нем остался какой-то непонятный отпечаток, кроме этого, есть правая и левая, и нету приказа, у него есть свобода выбора, то смотрите, какая огромная глубина у Раши, и как мы это все пропускаем, мы просто это пропускаем, мы привыкли, шна и микро и хат таргум, два раза прочитать предложение, один раз прочитать Раши, и это даст нам долгие годы жизни, как считается по поверью, то есть, то, что вместо того, чтобы думать, я не говорю про всех, понимаете, нельзя так говорить, но я говорю о какой-то очень доминантной тенденции в изучении Торы, и обращаюсь к вам и призываю вас, чтобы мы то, что можно исправить, мы исправили. Был сделан печатью, как монета, которую делают по отиску, как сказано, и об, тут, скажем, это либо дополнительное пояснение Раши, образное, чтобы можно было представить, либо это то, что я уже вам сказал, забегая вперед, что есть какой-то образ, на монете есть образ царя и так далее, вот буквально, конечно, нельзя это понимать, но через образное представление мы можем представить себе, в чем преимущество такого творения руками, как Раши говорит, даже, если это не непосредственно руками, а по образу, по отиску, подобно тому, как делают монету. Скажем, теперь, естественно, что я приготовил для вас больше, чем мы можем с вами разобрать за какое-то реальное время, поэтому берем с вами самое важное. Берешит, тут я для вас не перевел, но вы уж послушайте устно, кто читает на иврите, пожалуйста, это само собой разумеется, и Всевышний вдохнул в Челабейбах, Беопав, Нишмат Хаим, вдохнул в него душу живую, Бая, Адам, Нефиш Хая, и стал человек душою живою. Здесь Всевышний вдыхает Нишама, высокий уровень души, человек становится Нефиш, Нефиш Хая, более низкий уровень души, это, конечно, тоже имеет значение, но Раши здесь обращает внимание на другое. Он нам говорит, так же и о животных сказано, душа живая, буквально теми же словами, и выпустила земля душу живую. Ну, как же так, и человек стал душой живую, и про животных сказано, что она душа живая, да? Ах, Зушеля, да, но эта душа живая, она душа человека, да? Ну, есть тайна жизни, которая заключается в том, что луч какой-то, луч света, скажем, который является душой, соединяет нас с источником жизни, но не только нас, и муравья, и осла, да, как объясняет Рамбам, Майманит в своем предисловии к комментарию своему Мишне, который он написал, который называется Шмонапрахим 8 частей, он пишет, да, что жизнь, это, как бы, душа, она одна. У человека человеческое, у осла ослинное, у муравья у раввинное. Говорят, что это определяется ТНК, Рамбам и Майманит это относит к свойству души. Раньше, как мы видим, он здесь говорит так же, да, уже животное сказано, что это живая душа и про человека, но это душа человека, да, Ахзуши Ладам, но это душа человека, да, Хаяши Бекулам, она наиболее живая, чем все остальные. Посмотрите, какая красота, да, она наиболее живая, чем все остальные. Есть жизнь, но жизнь, оказывается, отличается еще, как бы, количественным измерением, да, менее живое и более живое, животное менее живое, а человек, он более живой, да, она более живая, чем у всех, у животных, да, у человека. И в чем же это большая жизненность? В том, что Шенитос Эвбот, Атвит Водибун, что было добавлено человеку, да, душа ведь определяет все, дает все способности видеть, слышать и так далее, да, и, как бы, широта этих способностей, если так можно сказать, зависит от силы души, да, и вот сила души человека, она дала ему возможность до Атвитикур, осознание, осознание, да, вот, даже не знание, а осознание, свойство до Атвитикур, если когда там говорят Аспирот, оно считается свойством, которое соединяет материальное и материальное и духовное, такое пограничное, как бы, свойство, да, осознание, я бы сказал, осознание, даже не знание, а осознание, да, вот такое глубокое понимание, как та или иная идея выражена в материальном мире, вот Раши говорит, что у человека было добавлено осознание и речь, теперь хочу посмотреть с вами интереснейший момент, да, то, что берет Раши, он берет из торгума онкулоса, из перевода онкулоса, который сам по себе является комментарием, величайшим и тончайшим комментарием, посмотрите, что онкулос пишет, и сотворил Всевышний Человека, да, это на, как бы, на арамейском онкулосе пишет, да, и сотворил Всевышний Человека из земли, да, и вдул в его ноздри нишмата, нишама, да, как мы с вами сказали, дыхая, душу, живую, высокую душу живую, и человек стал руах мемале, он стал духом говорящим, то есть то, что отличает человека, как мы с вами говорили, это речь, потому что мы с вами делим, если так можно сказать, в иудаизме, делим с вами существующий мир на четыре ступени, четыре градации, это неживая природа, растительный мир, живая природа и говорящий, не говорим человек, мы говорим говорящий, потому что это главный способ человек, и мы с вами говорили, что это определяется тем, что человек создан для диалога со Всевышним, и безусловно, речь, она всегда и осмысленная, иначе попугай не обладает речью, не обладает, потому что речь, она, это слово, оно всегда осмысленное, за ним стоит какое-то мысль, какое-то понимание, иначе это не является словом, это просто звук, даже если внешне, это похоже на слово, поэтому человек создан для диалога, и то, что он умеет говорить, осмысленно говорить, это свидетельствует о том, что он умеет и понимать речь, поэтому мы называем его говорящим, а здесь предполагается, что он не только высказывается, но и он может и понять, и это как бы то, что нам подчеркнул онкулос, что отличие души человека, оно в том, что дает она ему речь, рухми, молодой, дух говорящий, посмотрите, что делает Раши, он грет онкулоса, но он добавляет, добавляет, поясняет осознание и речь, и у нас уже не остается никаких сомнений в том, что мы с вами проговорили, что речь это, так сказать, момент осознанный, слово, оно всегда осознанное, Раши это добавляет, как мы с вами видели, например, изменение имени Авраама, здесь для Раши важен внутренний мир человека, его осознание, его мысль, всегда как бы мысль, если так можно сказать, мыслительная деятельность человека, для Раши здесь и в Гемаре она всегда является определяющей, даже не слово само по себе, а способность человека понимать, его мыслительная деятельность, его намерения является для Раши определяющим это его, так сказать, школа, шита, как бы, как сказать, система, скажем, на этом построена его система и здесь и в Гемаре. Пожалуйста, если что-то хочется спросить, я к вашим услугам. Так, и, ну, надеюсь, что более-менее, по крайней мере, как-то как-то понятно, да, очень надеюсь, вот, тогда мы с вами попрощаемся, ну, можно еще, да, можно посмотреть еще, скажем, да, такой момент, я остановился там Израиль напротив горы, говорится, в главе Итроу, около горы Синай, как мы понимаем, Раши, выписывает из Микилты, что обо всем народе сказано, как об одном человеке, потому что, когда подошли к Аресинай, у всех было одно сердце, одно устремление. Для Раши устремление людей, их, как бы, мысльная направленность, оно является определяющим. И если у всех одна мысль, одно желание, однонаправленность, всех их можно назвать одним человеком. Так, Раши понимает эти слова в Торе, и остановился там Израиль, не со мной Израиля, а остановился, в единственном числе Израиль, да, можно пропустить, сказать, что это некоторое обобщение там, да, Израиль, как обобщающий, Ну, Раши подчеркивает, да, что, когда подошли к горе Синаи, у всех было одно сердце, а это значит, что все были как один человек, потому что намерения являются определяющими. Если одно сердце, одно намерение, одно желание, значит, как один человек, да. Так, сейчас посмотрим, что у нас еще здесь, но, в принципе, вот, да, также очень, как бы, доказательство того, что это система Раши, что внутренний мир человека является определяющим. На, на, вот, тут в Торе, как говорится, да, в Иком Мелих Хадаши встал новый царь, и Раф и Шмуль высказывают два мнения. Один говорит, что это по-настоящему новый царь, а другой говорит, что он новый в том смысле, что изменились его постановления, да, то есть человек тот же, а вести стал себя иначе, да, вот, это относится к порабощению евреев, к угнетениям, да, к угнетению евреев. Встал новый царь, который не знал Йосефа, да, который не знал Йосефа. И Раф говорит, что он по-настоящему новый, то есть один умер, другой поднялся. А Шмуэль говорит, что изменились его постановления, тот же царь, но он ведется как другой человек. Что делает Раши? Раши берет, конечно, Шмуэля, да, для которого внутреннее состояние человека определяет его. И если он изменился внутренне, так сказать, то он вообще изменился. О нем можно сказать, как о новом человеке, а как, как будто новый человек родился, или как будто новый царь сел на престол. Поэтому Раши берет, что изменились его постановления. Не один умер, а другой встал на престол, а изменились постановления царя. Вот мне это также представилось интересно, не знаю, насколько это как бы важно в глобальном понимании Раши, но тем не менее. Сейчас посмотрим, что у нас еще есть. может быть, да, чтобы не перегружать вас сложными моментами. Посмотрим, посмотрим Раши на Гемару, и тогда мы с вами пойдем дальше. У Раши как бы проявляется сионистский характер в Гемаре, да, и там, где можно было бы казалось пропустить и не добавлять, он тем не менее добавляет, подчеркивает ценность земли Израиля, обязанность возвращения в земле Израиля, проживания в земле Израиля. Вот в Йома, в трактате Йома на девятом листе мы видим, Раш Лакиш отказался воспользоваться помощью мудреца, проживавшего за пределами Израиля, и сказал, раба Бар-Бар-Хана протягивает Раш Лакишу руку, а Раш Лакиш не берет его руку, да, и вроде бы, как бы, как Гемар описывает Раш Лакиш, даже находится в тяжелом положении, в трудном положении, ему надо было помочь, рука ему протягивается не только как дружеская, но и как рука помощи, он не берет руку раба Бар-Бар-Хана, да, и говорит, Всевышний ненавидит вас, он имеет в виду Раш Лакиш, мудрецов Бавеля, мудрецов, которые живут в Бавеле, да, Раш и разъясняет, да, что это относится ко всем тем, кто во времена Эзры не переехал в Израиль и тем самым не позволил божественному присутствию вновь раскрыться в отстроенном храме, да, это пояснение Раши, то есть, в такой момент, не дал ему руку, да, Всевышний ненавидит вас, Раши мог бы написать просто мудрецов Бавеля, ну, не догадывайтесь сами, почему, нет, Раши подробно сказал, что Всевышний ненавидит вас, это мнение Раш-Лакиша, да, и он объяснил его, потому что во времена Эзры не поднялись в Израиль и причинили то, что божественное присутствие не раскрылось в Израиле, не раскрылось в храме и не произошло чудес, и вся история пошла так, как она идет и тянется до сегодняшнего дня, можно сказать, ни шапка, ни валка, в то время, как была возможность перевести историю на новые рельсы, на рельсы чудес, может быть, даже и открытых чудес, если бы только во времена Эзры, когда уже был построен храм, а через 4 года после того, как был построен храм, поднялись, избавили и вернулись бы в землю Израиля. Раши этот момент подчеркивает, да, ну и как бы скажем, иногда хорошо, давайте здесь остановимся, в смысле Раши мы еще продолжим с вами дальше, скажем, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов постараться ответить, вот я называю Stop Share, вижу вас всех, все замечательные портреты вам некоторых, которые выглядят как черные квадратики и жду ваших вопросов, пожалуйста. Так, тогда мы, так, ой, сколько у нас здесь в чате вопросов. Во время Абрама не было еще Израиля, не проявился, тогда как же тут применимо изречение мудрецов, что созвездия не влияют на сынов Израиля. Израиль еще не появился, не родился. Очень хорошо, но ведь мы понимаем, что когда родился Израиль, то он нес в себе свойства Абрама, да, именно потому, что Абрам был выведен из созвездий, у него появились эти появились эти свойства, вот, и когда мудрецы рассматривают это, да, когда мудрецы рассматривают этот момент, они говорят, нет, у Израиля созвездий, рассматривают это и приводят пример Абрама, потому что понятно, что свойства, которые есть у Абрама, то, что было сделано для Абрама, оно будет сделано и для Израиля, для всего народа или для каждого человека, поскольку он связан с этим народом, поскольку он является потомком Абрама, поскольку он несет в себе свойства души Абрама, да, а еще ручной труд придает изделию индивидуальность, да, это очень хорошо, я согласен, да, но так, картина, которую Раша рисует через Михилта, он как раз вот это как бы, да, понимаете, я понимаю, что вы вправы, да, но картина как будто берут и штампуют, да, вот то, что вы говорите, это мы уже должны сами додумать, да, что нет двух похожих людей, вот, что все отличаются друг от друга и отличаются и своими свойствами ДНК и душой и так далее, и так далее, да, вот это нам нужно здесь уже додумать, в Раше это как-то, на мой взгляд, не отразилось, может, я что-то не увидел, но мне кажется, что в Раше это не отразилось, он берет такую механическую картину, из которой мы, правда, много вымечили, но картину механическую берут, как бы, штампуют, печатают, одной печатью, печатают всех, то, что вы заметили, это сопредел мираж, и это очень важно, да, руки чувствуют реакцию материала, это говорит об интеракции, то есть взаимодействии, тем более, если связано с душой, откуда выводится о пятом уровне творения Клаль Исраэль. Скажем, скажем, да, то, что касается рук, я согласен, да, то есть, опять же, вместо, вместо приказа, обращенного к неживой материи, есть и близость ко Всевышнему, и интеракция, как вы говорите, большая чувствительность на так приказа, да, оно движется, как волна, там, когда это идет, все развивается, а тут, безусловно, да, я согласен, очень хорошо, откуда выводится о пятом уровне творения Клали Исраэль. Я должен сказать, откуда выводится книга Кузари, в которой мы с вами, как раз, я с вами хотел перейти к Раби Иуда и Либи, к Испании, к Золотому веку Испании, в книге Кузари, он говорит о том, что народ Израиля похож, что есть, есть, как бы, он добавляет к общечеловеческому говорящему, он добавляет пророческий уровень, говорит, что он свойственен сыновьям Израиля, как бы, пятый уровень, как вы пишете, да, и народ Израиля похож на сердце, похож на сердце, который дает жизненную силу всем органам, также народ Израиля среди других народов, вот, откуда это выводит Иуда и Либи, мне трудно сказать напрямую, откуда он это выводит из Торы и так далее, да, очень трудно мне это сказать сразу, я подумаю, вот, так, есть что-то еще спросить? Хорошо, тогда мы сейчас возвращаем в Шер, вот, и попадаем с вами в Испанию, в которой мы уже как-то были, находились немного, и следи с Рамбамом, и Монидом, и когда говорили про Вражба, Раби Шламо бен Адерет, бен Абраам Адерет, да, говорили о нем, а теперь мы возьмем с вами конкретно на 10-й век, начало 11-го века, это Иуда и Либи. Попадая в Испанию, мы с вами попадаем совершенно в совершенно другую обстановку. Если мы говорили о Франции и Германии, говорили как о каком-то таком, да, малокультурном с точки зрения окружающей среды, месте, то Испания, которая находилась в значительной части под властью мусульман, там развивается наука и там развивается философия. Для сегодняшнего современного мира нам это трудно представить, но нужно понимать как бы такой момент, как сложилось в исламе, сложился такой подход или как бы фактически де-факто, что знания не являются определяющими, знания не являются большой ценностью, это не только сегодня сложилось, наибольшей ценностью является сила, джихад, завоевание и так далее. В Испании несколько другая ситуация. Интересно, что видимо это связано, что скажем, сам по себе ислам он не очень-то не очень-то как бы ну как сказать не очень поощряет развитие науки и если время Иуда Алиби это время Абуцена то и скажем мы в дальнейшем найдем целый ряд историков и врачей и философов из арабского мира. Это по всей видимости связано с арабскими завоеваниями, потому что большое число людей порабощенных обращенных в ислам были людьми были людьми в достаточной степени образованными и поэтому по началу в исламе наука и тоже нельзя сказать что очень ценилось но в этом случае как бы можем видеть определенный расцвет научных знаний и не случайно что в арабском мире был поведен Аристотель на арабский и другие философские работы в европейский мир Аристотель попал через арабский мир Рамбам и Манит учил Аристотеля у арабских философов у учителей своих арабов и учил на арабском мы знаем что Муреяна Ухим был написан на арабском и его предшественником был Раби Уда Леви если Рамбам Манит написал Муреяна Ухим по учению заблудчик философскую работу то Раби Уда Леви сформулировал все скажем не все принципы иудаизма на философском уровне на философском языке в своей книге Кузари которая осталась классической книгой по иудаизму по основам иудаизма с 10 с 10 начала 11 века и до нашего времени Вильнюс Гаон говорил о том что человек прежде чем приступить к изучению гемары ему следует изучить книгу Кузари Раби Уда Али Ви вот сейчас мы попробуем с вами открыть то что нам нужно так вот Раби Уда Али Ви он как и скажем многие мудрецы которые жили на территории Испании в разных местах он подробнейшим образом изучал философию и все науки все науки которые были известны в его время он был так же как Гарамбан и Манит позже он также был врачом и поэтом был очень дружен с Ибнезра которым может быть поговорим попозже то что скажем Раби Уда был и врачом и поэтом об этом свидетельствует его такое стихотворение в переводе на русский в переводе Лозинского я просто сейчас помню попробую рассказать по памяти забыл его вам приготовить попробую по памяти ото всех моих тревог исцели меня мой Бог и ото всех тревог исцели меня мой Бог и не гневайся опять не гони меня с земли не гони ни лекарства ни настоя не умею выбирать ни их пользу поверять ни их силу проверять только ты один достоин и казнить и исцелять только ты один не я знаешь тайны бытия потому и не умею в этот час себе помочь исцели тянусь к тебе я через ночь глухую ночь равиуда оливи которому дрожжена как бы его личность и поэта и врача и естественно глубоко верующего человека глубоко верующего не в смысле в то время когда он только сидит за книгами размышляет о всевышнем а на протяжении всей жизни в том числе и когда он пытается как врач помочь не помочь людям правил да люби немного много странствовал много странствовал по Испании часть времени вместе с Ивана Эзра вот который вел такой аскетический образ жизни комментарий комментарий Иванезер находится во всех классических изданиях Хума Шей с комментариями то что называется микровод долот и что еще можно сказать да рабе всю его книгу Кузари и как мы знаем когда ему исполнилось 70 лет он встал поднялся и направился в землю Израиля и доехал до Каирской общины и дальше его следы пропадают существует легенда что его пронзил копьем арабский всадник когда он склонился перед разрушенным Иерусалимом легенда непроверенная но вполне и вполне соответствует и Равиуда Алиби и всему тому что он писал как мы с вами увидим одно из его стихотворений известное я на западе сердце на востоке другое стихотворение всей Испании богатства я бы бросил грудой хлама и упал бы и зарылся прах разрушенного храма или я тебя искал на всех дорогах нет нигде великого царя и так далее я не все помню на память то есть помню но в таком напряжении несколько сбиваюсь но представление надеюсь что мы получили я прошу прощения а на каком языке в основном он писал стихи он писал на писал на арабском на арабском потому что это было более принято хотя конечно у меня не было никаких проблем с тем чтобы писать на иврите так же как у Рамбама Маймонида вот я вспомню стих если можно я добавлю его я тебя искал на всех дорогах нет нигде великого царя над клубками змеев скорпионов растеклась крылавая заря если бы я мог к тебе добраться на орлиных крыльях долететь и твое минувшее оплакать и твое грядущее воспеть и так далее я надеюсь что мы можем почувствовать этого человека пронизванного и поэзией и любовью ко Всевышнему и научными знаниями все переплетается в нем в одно целое но как бы хотелось чтобы рассказ просто не был и висел в воздухе познакомиться познакомиться с познакомиться с работой иуда о любви я уже чувствую может мы сегодня все не успеем но совершенно необходимо открыть книгу Кузари нужно сказать что легенда о десяти коленах она существовала среди еврейского народа из поколения в поколение передавалось что десять колен живут за рекой Сабатион как описывается в Талмуде где эта река неизвестно точно но эта река катит перекатывает камни так что ее невозможно перейти все дни недели в субботу она останавливается и не течет и камни она не перекатывает но в субботу десять колен не могут тронуться с места вот придет время когда десять колен пересекут реку Сабатион и они придут и освободят всех сыновей Израиля которые живут в Европе в странах Ашкина и в Испании и завоюют землю Израиля эта легенда постоянно переходила из поколения в поколение она существовала до тех пор пока все земли не были открыты и исследований всегда казалось что там где-то вот еще в одной неисследованной земле там обязательно должны быть десять колен чему я это говорю что еще до Равиуда Алиби Шмуэль Анагит который жил до него в Испании и был важным визирем и полководцем и написал в комментариях Талмуду Шмуэль Анагит узнал о существовании хазаров и написал письмо с вопросом не являются ли они десятью коленами он получил ответ что нет получил письмо от хазар что они не имеют отношения к десяти коленам а Равиуда Алиби он берет существование хазарского царя которого он называет узари как такой центральный момент для своей фабулы для написания для написания труда философского как диалога как Платон писал диалоги так Лиавдин может быть надо сказать Равиуда Равиуда Алиби написал свою работу кузари в форме диалога между вымышленным казарским царем какая-то зацепка историческая здесь есть но небольшая между вымышленным диалогом между казарским царем и равином казарский царь ищет истинную веру и в конце концов у него завязывается разговор с равином на протяжении этого разговора выясняются все основные принципы иудейской так сказать веры то что нужно заметить может быть сколько необходимо и мы к этому еще будем возвращаться что в Испании в самой Испании шел большой спор допустимо ли изучение философии философии раби шламов бен Адерет когда бен Авраам Адерет когда он прибыл в Испанию приехал в Испанию начал там жить и стал крупным авторитетом он ввел постановление что до 25 лет запрещено заниматься философией в общем-то это можно можно понять потому что философские идеи в то время играли влияли очень сильно на очень сильно на людей и постановление было такого рода что до 25 лет человек все-таки был познакомиться с основными принципами и отличием иудаизма и всего остального поэтому по крайней мере до 25 лет не нужно касаться философии сколько нужно заметить что когда рамбам и маймонида называют аристотеликом или последним аристотелем это вызывает по крайней мере мягкую улыбку легкую улыбку потому что философия для наших мудрецов она являлась инструментом как логика как сравнительный анализ как определенные знания о мире взгляд на материальный мир но ни в коем случае там где касалось принципов веры там где касалось взгляда на всевышнего и на материю в общем на сотворение мира наши мудрецы никогда не даже близко не соприкасались с с философами скажем высказывались и высказываются до сих пор в Израильской академии самые нелепые мнения которые не выдерживают никакой критики кто бы ты открываешь Рамбама Маймонида скажет о его там привязанности к Аристотелю он чтенит Аристотеля но это не значит что он спускается до принципов веры на которых стоял Аристотель и как бы такой вакуусовой бумажкой является сотворенность сотворенность мира как мы знаем и Платон и Аристотель говорили о том что дух как бы дух идея существует отдельно а материя существует отдельно и материя не была сотворена она извечна и так далее этот момент никогда не принимался ни Рамбамом ни всеми мудрецами которые были в Испании полемика в Испании велась на протяжении всех веков и так она и не закончилась до знаний из Испании скажем противником противником изучения и даже не изучения а как бы использования философии как инструмента был Рамбан Нахманит который жил в 13 веке Дон Абарбанель комментатор комментатор Танаха Наха скажем живший в период знаний из Испании который был министром финансов при дворе Фердинанда Изабеллы и которому предлагали остаться без условий изменения веры и он тем не менее покинул Испанию он очень критически относился к всей вот этой системе изучения философии утверждал что это привело к тому что в критический момент когда нужно было пожертвовать своей жизнью сновья Израиля не пожертвовали своей жизнью все это он так сказать ну как бы шутку говоря сваливал на изучение философии на такой философский подход к на такой философский подход к использованию языка и терминов инструментов философии это 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 и закончилось скажем да и наверное и до сегодняшнего дня не закончилось и вот изучение философии предиспредставлялась каббала как некоторое учение в котором есть определенная система свой язык но только она традиционна да но тут можно можно в этом усомниться забегая вперед можно сказать что Рав Кук совершенно четко дал понять что тот кто не знает философии он не может понять и каббалы у него просто нету четкости мышления привычки к определениям к логическому анализу да это то что можно как бы сказать как говорят на одной ноге о проблеме да вот а теперь если мы пытаемся прямо вживую вживую соприкоснуться хотя бы начать сегодня вот знакомство с книгой Кузари мне кажется с ней ну совершенно необходимо познакомиться с отдельными моментами хотя бы да вот здесь так говорит сказал Иуда Бен Шауль Иуда Бен Шауль это переводчик вот переводчик с арабского сказал автор вот такое название у нас такое предсловие у нас во всех книгах Кузари многие спрашивали меня какие возражения и доводы мог бы я привести в споре с противниками нашей веры говорит автор Рабиуда Алиби философами да то есть интересно что Рабиуда Алиби сразу определяет философов как веру не как сегодня принято научно-естественные звания логический анализ изучение самых разных аспектов относящихся к этому миру с научной точки зрения нет для Рабиуда Алиби философия это веры противники нашей веры философы а также последователи может быть здесь даже может я забежал вперед здесь это так четко видно дальше будет видно что он говорит что философия это вера а также последователями других религий и еврейскими сектантами посягающими на единство народа Израиля исполнилось нечто я слышал однажды доводы ученого Рабина бывшего при дворе хазарского царя который перешел в еврейскую веру около четырехсот лет тому назад как известно из хроник он много раз видел один и тот же сон ангел приходит к нему и говорит намерения твои угодны творцу но действия твои ему неугодны самок себе очень интересный момент человеку идолупоклоннику как хазары изначально были идолупоклонники ему есть пророческий сон который повторяется из раза в раз что намерение твои угодны творцу но действия твоему неугодны у тебя хорошие намерения но ты ничего не можешь сделать по-настоящему что-либо хорошее ты не можешь сделать ты хочешь сделать свою страну лучше ты хочешь сделать своих поданных более счастливыми ты хочешь построить справедливое общество прекрасные намерения но ты не можешь это сделать и этот сон возвращался много раз пока он не понял что с небес от него требует определиться с верой найти истинную веру он еще может быть не понимает что это повлечет за собой обязанности исполнения заповедей в том числе и преобразование общества по определенным по определенным свыше законам но мы уже можем догадаться что речь идет именно об этом он стал тщательно исполнять предписание хазарской религии стал участвовать в службе святилища и все равно тот же он подумал что он недостаточно служит тем божествам которые приняты у хазаров но сон возвращался к нему раз за разом намерение угодно творцу но действия твоим не угодны тогда он обратился к изучению всех вер религий и в конце концов принял еврейскую веру а вместе с ним многие сказали так как я нашел доводы этого раввина убедительными так как они соответствовали моим собственным мыслям я решил записать их так как они были высказаны и разумеющие и разумеющие да уразумеют вот это предшественник Мурена Ухим выучите учение заблудших и мы с вами сделали очень интересную вещь мы заглянули в книгу Кузари внутрь то что к сожалению огромное число людей изучающих иудаизм говорящих об испанском периоде о равиуда оливье они просто не делают они все знают понаслышке и из каких нибудь статей и так далее мы с вами заглянули внутрь книги да вот еще немножко пару минут и мы с вами остановимся для того чтобы обсудить этот материал говорят что когда казахскому царю было открыто во сне что его намерение угодно намерение угодным боку но поступки ему не угодны да и так далее он обратился к величайшему философу своего времени и спросил его в чем состоит его вера философия это вера это прекрасная прекрасная посылка то есть в основе любой философской системы лежат постулаты которые фактически являются верой и скажем здесь правил да люби хватает философов за руку и вытаскивает на свет тот скрытый момент который у них есть они на самом деле верят в греческие божества они понимают их как некоторые образы некоторые силы но они в общем-то пользуются именами этих божеств и не отрицают их существование как в общем-то Платон в введении к диалогам он он намекает на намекает на это как бы полемизируя с Сократом который хотел отбросить все божества готов видеть в них образы и тем самым возвращается к идолу поклонств вот в чем состоит его вера вера философа философ ответил да бог не может желать или не желать он выше всех возможных желаний и намерений да намерение предполагает стремление к чему-то чего не хватает и без чего невозможно совершенство и так далее короче у совершенства не может быть никаких желаний и не может быть никаких намерений он уже всего достиг совершенство всего достигло и пребывает в абсолютном блаженстве у него нету никаких недостатков Все сводится к первопричине Есть некоторая первопричина Но не потому, что таково ее намерение То есть творение и все, что происходит Это происходит по первопричине Но не потому, что таково ее намерение У первопричины не может быть намерения У абсолютного идеала не может быть намерения А так как от нее исходит вторая, третья, четвертая причины Есть некоторая система домино, когда стоят шашки домино, потом их толкают, они падают, толкнула их, допустим, первопричина, но что привело их, как между шашками есть зазор, каждый толкает другую, непонятно, что в этом зазоре. Ну, что делать? Это вера философа, потому что есть первопричина и есть последующие причины, связь первопричины с последующими не совсем понятна. Еще раз, образ системы домино. Это, скажем, посылка философа, к которому обращается по этой фабуле Равиуда Оливи «Хазарский царь». В совершенном человеке светит свет божественной природы, называемой активным интеллектом. Это посылки философии, обобщенные, Равиуда Оливи, обобщенные, ни в коем случае не извращенные, не утрированные, а его пассивный интеллект, интеллект восприятия, так тесно с ним соединяются, что они сливаются воедино и между ними нет разницы. И так далее, и так далее. После того, как мы оторвали первопричину, дальше мы можем говорить все, что угодно, потому что логическая связь фактически разорвана. И так далее. Тут можно сказать, что активный пассивный интеллект, когда он развивается, он склоняется к добру, и он все меньше делает зла, его носитель по мере своего развития. Не хочется даваться вообще эти подробности, только посмотрим в такой момент. Душа его уже в этой жизни, то есть человека, который развивает свой интеллект, интеллект восприятия, пребывает в блаженстве, присоединившись к содружеству Гермеса, Асклепия, Асклапа и Сократа. В одном куча божества и люди. Асклапа – это тоже, в общем-то, божество, а не человек. И сюда же попали Сократ и Платон и Аристотель. Вот здесь я все-таки остановлюсь и готов выслушать ваши, готов ваши вопросы выслушать. Останавливаю Шера. Шер. Смотрим, смотрим. Вот тут Таня, уважаемая, продолжает тему рук, и очень интересно. Отпечаток, который сделан руками Всевышнего Престворения человека, говорит о потенциале, заложенном в человеке. Но человеком же еще следует стать. То есть раскрыть этот потенциал, в том числе жениться, выйти из хамы, чтобы создать изначальное единство человека, выйти из рамки своего «я». Безусловно, просто, скажем, да, то, что мы с вами сказали, что есть правая и левая рука, как можно представить себе, да, есть правая и левая рука, и это оставляет свободу выбора, да. Можно сказать, что в этом случае остаться человеком – это держаться где-то посередине, между правым и левым, допустим. Вот, в то время, как у всей остальной природы, созданной по слову, звучащему слову, постоянно звучащему слову, нет свободы выбора, есть только возможность, так сказать, возможность следовать приказу, идти за тем, что слышится в этом слове, в речении Всевышнего Божественного речения, да. Так что, скажем, быть человеком исходит из такой двойственности двух рук и, скажем, возможности держаться в середине, да. Пожалуйста, есть еще вопрос. Да, вопрос можно именно по… Можно, можно, вопрос, пожалуйста, да. Значит, вот этот вывод ему о Хазарском царстве и так далее, это практически почти научный вывод, то, что Хазарская царство действительно приняло иудаизм. У него были прямые контакты с Хазарским царством? Это же он современский? Нет, нет. Нет, извините, да, я, может быть, рано начал отвечать. Нет, у Раби и Удалии не было никаких контактов. Единственное, что он мог знать, это от Шмуэля Нагид, который жил раньше него. Но, возможно, какие-то контакты были и у других с Хазарами. У Раби и Удалии не было конкретных контактов. Он берет только саму как бы фабулу, историю. Никакого разговора, никакого конкретного Равина он не называет, как вы видите. Никакого конкретного разговора, тем более на таком уровне, не могло состояться между Равином и Хазарским царем. Это должен был быть редкий Равин, редчайший на уровне самого Иуда Оливии. И это должен был быть предельно интеллектуально развитый человек. И при всех достоинствах Хазарского царя, трудно представить себе, что он являлся таковым. Так что здесь нет никакой совершенно реалии, кроме общей такой, скажем, посылки, не стоит за этой книгой. Так, вот Таня отвечает, да? А, нет, это старая, да? Хорошо. Так, и пожалуйста, да, если что-то есть, еще спросите, я с удовольствием попробую ответить. Равди, а мы дальше будем изучать кузыри, читать? Может, нам стоит на уроке иметь этот текст? Ну, вообще, как бы, действительно полезно. Я, скажем, да, не подумал о списке литературы. Может быть, нужно его как-то составить, да? Но, в принципе, кузари существует в русском переводе. И тут не важно совершенно там качество перевода. Это вполне-вполне передается смысл содержания этой книги, да? То, что я планировал взять с вами отрывки, да? Если кому-то интересно, это очень было бы хорошо, это настоящее образование, прочитать кузыри, подумать над ним. Сразу могу предупредить, что есть целый ряд астрономических моментов, связанных с вычислением года, целый ряд географических моментов, связанных с определением земли Израиля. Есть, скажем, да, Каф-Мишва, что-то типа Меридиана Гринвича нулевого, то есть, да, Раби Уда Алиби описывает, только он проходит у него через землю Израиля. И до момента очень сложные, их можно сразу пропустить просто, да, то есть не убиваться на всеми научными его посылками и изысканиями. Вот есть мечи, которые можно пропустить, но, в принципе, тот, кто прочитает, осилит эту книгу. Это просто замечательно, это великолепно, да, так же, как существует и Раши в русском переводе. И, надеюсь, после того, как мы с вами посмотрели немножко, как можно с Рашей работать, пожалуйста, я готов с удовольствием помочь, можно взять Раши, читать, можно читать Раши на недельную главу, любые вопросы, которые возникнут, можно, как бы, можно присылать, и я, по крайней мере, постараюсь на них ответить, да, вот, скажем, да, билусы. Да, да, пожалуйста. А как вы думаете, мы сможем адекватно воспринимать смысл понятий, которые используются в этой книге? Или стоит все-таки эти понятия сперва объяснить? Вот вы сегодня приводили, и там в конце была божественная радость, например. Что имеет в виду Аппо? Вот в книге Кузари, да, скажем, точно мы с вами читали, это посылки философов как раз, да, вот, это посылки философов. Если вы в состоянии читать Аристотеля и как-то воспринимать его посылки, вот, то, конечно, вы сможете и эти посылки в Кузари воспринять. Если нет, то можно просто получить общее впечатление о том, что Кузари отвергает веру философов и посмотреть, на каком основании он ее отвергает. Мы это вместе сделаем. Дальше есть посылки христиан и посылки славы, что, на мой взгляд, очень важно. И вот мы тоже это вместе посмотрим. Я думаю, что это вполне и вполне, если как бы, да, вот не упираться в основу философских понятий, которые, в общем-то, приводятся в начале, скажем, греческой философии, только в начале приводятся в Кузари. Я думаю, что вполне-вполне можно эту книгу читать самостоятельно. Есть что-то еще, что хочется спросить? Хорошо. А на следующем уроке что мы будем делать? Я планировал с вами посмотреть отрывки из книги Кузари, его, скажем, критику других философий и других религий. Это не очень большой объем. Потом посмотреть его отношения к земле Израиля. И конец этой книги очень, я бы сказал, очень волнующий. Там, где Равин, который разговаривает с казахским царем, отправляется в землю Израиля. Он приводит обоснование своего действия. Я не хотел бы, скажем, задерживаться очень долго на всех моментах. Просто начертить какую-то схему, подойти к нашему времени, к проблемам нашего времени, не течения, так сказать, у иудаизма, который существует в наше время. Прежде всего, Краф Куку, то, что из которого, которого можно снова по себе всю жизнь изучать. Но я вот как бы хотел подойти к нашему времени. И таким образом, как бы начертить такую схему передачи Торы и с Благодарой Синай до нашего времени, если мы с вами это освоим, опять же, у нас с вами будет очень-очень хорошее представление, даже если это сделать схематически. И, скажем, перейти к проблемам нашего времени, Краф Куку, по-моему, к проблемам нашего времени, течения иудаизма, которые возникли в наше время и так далее. Мне бы не хотелось это делать все как бы в сухую, то есть не соприкасаясь с источниками. Но это хорошо, конечно, что мы рассказываем о Раше, его месте, его значении. Мы сегодня постарались соприкоснуться с вами с текстом, сделать такую работу, которая дает вам в дальнейшем возможность самим продолжать изучать Раше. То же самое с Иуда и Либи. Ну и как бы так далее. То есть моя задача начертить некоторую схему и, скажем, заглянуть в некоторые книги для того, чтобы подойти к нашему времени и подойти к Краф Куку. Это то, что мне бы хотелось сделать. Если есть какие-то предложения, если есть какие-то конкретные темы, которые вы хотите разобрать, то, пожалуйста, можно сделать заявку и я постараюсь подготовить. А связано ли творение руками с древом жизни? Еще раз. Просто мне немножко звук фонит. Извиняюсь. А связано ли творение руками с древом жизни? Десять пальцев, десять сферот. Десять пальцев, десять сферот. Десять пальцев, десять сферот. Наверное. Но есть две разные задачи. Это понять основную идею и другая задача – углубиться в детали. В детали, скажем, самое главное – это понять общую идею. И как мы видим, что Раши, он тоже как бы идет по этому пути. Он не подчеркивает, что в руках есть десять пальцев и человек сотворен десятью сферот. Он дает основную идею. Потому что если мы хотим говорить о сферот, то нужно разобрать эти сферот, разобрать их место, понять, скажем, понять их значение. И тогда можно будет говорить об этом. Связано ли это с деревом жизни? Связано ли это с деревом жизни? Наверное. Наверное, как-то. Но опять же, для того, чтобы говорить о сферот, нужно разобрать это понятие. Мы с вами видели, что Раша это не делает, безусловно, умышленно. То есть это другой уровень детализации. Знаете, как проектом Берона составляется чертеж, потом общий чертеж, потом выделяется какая-то деталь кружком и выносится на поля, ее разрисовывают отдельно. Безусловно, наша задача – это общий чертеж. И мы видим, что это и задача и Раши, потому что если вдаваться в детали, то тут ни в коем случае нельзя пойти по пути называния каких-то вещей без их осмысления. Десять сферот. Где эти сферот? Это пальцы Всевышнего. Что такое пальцы Всевышнего? Дальше нам нужно разобрать. Почему? Почему, прежде всего, есть число десять? Откуда оно берется? Откуда оно возникает? Почему не двадцать? Почему именно десять? И так далее, и так далее. То есть нам нужно открыть с вами книгу Сефер Ицера и проработать ее как следует. Тогда такой вопрос может предполагать какой-то осмысленный ответ. В противном случае это распространенная болезнь, просто называние вещей. Сферот. Почему сферот? Почему это сфера? Сфера, где она, сферы эти, вложены одна в другую или они вложены одна в другую? Где они существуют? Существуют эти сферы или они вообще не существуют? И так далее. Это связь духовная с материальным миром? Или это чисто духовный мир? И так далее. Все эти понятия нужно было бы рассмотреть. Кроме того, нужно было бы понять, что очень четко разобрать, что когда мы говорим о сферот, мы не говорим о Всевышнем, мы не говорим о Всевышнем, мы говорим о его свойствах, которые проявляются в душе человека, то есть его проявлении, точнее говоря, в мире, а не о собственных свойствах Всевышнего, и так далее, и так далее. то есть очень много моментов, поэтому, скажем, не Раши, не даже Зовар, в принципе, как бы, за редким исключением, не комментаторы, они не пользуются этим понятием сферот. Это все очень красиво, можно рисовать картинки, но за этим не стоит какого-то сущностного понимания. И так же прийти, опять же, на такой уровень детализации нужно очень сильно и много поработать. Окей. Что-то еще хочется спросить? Оказательно, тем, которые мы будем разбирать, я не знаю, может быть, я что-то пропустила, насколько это актуально для всех будет, но вот, вы сейчас сказали сущностное понимание, может быть, можно было бы потом где-то там затронуть какое-то объяснение основных сторон еврейской жизни именно как понимание смысла. То есть, есть кашрут, мы можем много где найти правила, а ответить на вопрос зачем, почему это надо, вот, как-то, я не знаю, вот именно понять. Очень, очень хорошо, замечательно, да, это один из моментов, который я планировал сделать, не знаю, как бы, пока куда вставить, но обязательно, то есть, как бы, да, как разговор о нашем времени, даже будущем, это наша обязанность понять смысл, смысл заповеди, да, обязанность в том плане, чтобы служить Всевышнему с любовью, потому что без понимания не может быть любви, обязанность в том плане, чтобы вести диалог со всем еврейским народом, а не только в замкнутом кругу, скажем, глубоко верующих людей, потому что невозможно говорить, невозможно говорить на таком языке, что сказали и делай, да, вот, нужно искать смысл, и, конечно, говорить о смысле заповеди, я, да, я очень хотел поговорить о смысле заповеди. Как нам это сделать, куда это, куда это вставить, потому что, скажем, ни Рамба, ни Рави, Уда, Леви, ни тот же, ни тот же Раш, они не будут говорить о смысле заповеди. Если об этом будет говорить, если об этом будет говорить Аризаль, как бы, к которому тоже можем подойти, скажем, да, «Тайное начение Тора», то он будет говорить таким языком, который нам мало что даст. Вот это открывает такие энергии, а это такие, а это пошло туда, а это пошло туда. Это язык разговор, который ничего человеку не дает абсолютно. То есть очень хорошо учить это и составить какое-то представление. Но для того, чтобы действительно понимать смысл заповедей, нужно понимать его на таком, я даже не знаю, как сказать, условно говоря, на философском уровне, а не на капиталистическом уровне, не на уровне сферот. Это, соответственно, такой сферот, такой сферот. Так что я не знаю, этот вопрос, это очень правильный момент, смысл заповедей. И все, мы постараемся это как-то вставить, да, может быть, нам нужно прервать нашу историческую схему, насколько она очень затягивается, и вставить какие-то другие моменты, потом вернуться к схеме. И к этой схеме я подумаю, посмотрим, хорошо, и это хорошо, что вы напомнили об этом. Просто это очень жизненно, ну, я, например, с этим сталкиваюсь, в особенности, когда меня спрашивают, ну вот почему, если я пытаюсь что-то делать, да? Отлично. И я не все могу объяснить далеко, когда я не понимаю, сложнее делать, да? Это понятно, понятно, хорошо, хорошо. Смысл заповедей один из ближайших уроков. Мы постараемся посвятить этому в качестве примера. Ну, как вы понимаете, можно как бы все изучение свести к смыслу заповедей, это было бы хорошо и замечательно. Да, вот, но я вот выбрал такую историческую линию, она, мне кажется, очень важной тоже, да? Ну, попробуем совместить, попробуем совместить несовместимые. Хорошо. А вот Кашрут, насколько я знаю, несоблюдение Кашрута, оно влияет на непонимание Торы. Это же где-то взятое, это кто-то сказал. Маорал, скажем, на понимание и непонимание Торы влияет несоблюдение любых заповедей, не только Кашрута. Об этом говорит Маорал, забегая вперед, скажем, мы стали об этом говорить, все вовремя, забегая вперед, Маорал говорит, что он, говоря об образе и подобии Всевышнего, он говорит, что главным для человека является его интеллектуальная деятельность и спрашивает, а зачем тогда нужны заповеди? И он говорит о том, что именно заповеди создают подобие, и только подобный может понимать подобного, да? То есть, скажем, да, мне велено соблюдать субботу, потому что Всевышний соблюдал субботу, я могу сказать, где я, где Всевышний, да? Зачем вот, вот, но требование Торы, чтобы я пытался приблизиться ко Всевышнему не только, не только разумом, да, не только разумом, но и, но и на уровне, на уровне действия, которые очень хорошо бы, чтобы я его осмыслил. Если, как и Кузаре говорит, что если действие неосмысленное, то, ну, оно не очень много дает человеку, но если это осмысленное действие, и якобы понимаю, что я делаю, создается вот эта возможность развивать подобие Всевышнему, если подобие, то и понимать его. Он, другими словами, может сказать, что есть сознательная работа, а есть работа, ну, скажем, на подсознательном уровне, то, что я не могу вместить свой разум на уровне сознания, мне дается на уровне подсознания. Для этого, опять же, я должен стремиться быть подобием Всевышнего, делать то, что он делает в мире, и не делать того, что он не делает в мире. И не только действие, но и развивать качество души, которые подобны проявлениям Всевышнего в этом мире. Сколько я хочу вам заметить, что не только несоблюдение кашрута отбирает у человека возможность принимать глубокую туру, но и отказ защищать своего ближнего на пренебрежение заповедя, не стой на крови ближнего своего, или, другими словами, обязанность служить в армии Израиля, она также забирает возможность умственную понимать Всевышнего, понимать то, что происходит, и сужает возможности умственной восприятия человека. Так что дело не только в кашруте. Есть, кроме кашрута, есть другие заповеди, очень важные. Например, не стой на крови ближнего своего, и обязанность проживания в земле Израиля, пренебрежение этой заповеди, оно, безусловно, сильно ударяет по мозгам человека, если так можно сказать, что мы видим с нами невооруженным глазом. При этом арал говорит, что предмет находится там, куда он движется, а человек находится там, где он хочет быть. То есть в том смысле, что если, скажем, человек хочет быть в земле Израиля, но нет возможности, но он хочет быть в земле Израиля, то это уже, как бы, большое преимущество от пренебрежения этим, отказ от, скажем, жизни в земле Израиля, ну, сильно, очень сильно ударяет по мозгам, да, вот, лишает возможность понять многих, многие заповеди, еще царь Давид говорил, да, витсва даршем, в 119-м царуме, витсва даршем дала, мииратый наим, заповедь Всевышнего ясная, сама, как бы, ясная, четкая, она открывает глаза, то есть с исполнением каждой заповеди человек приближается, как бы, ко Всевышнему, ему дается возможность более полно понять Всевышнего и более полно, естественно, увидеть мир и его детали, и происходящие, и все, что происходит в нем, скажем, да, так что не только Кашют, не только Кашют, не только Суббота, но и заповедь проживания в земле Израиля и службы в армии относятся к этому же порядку заповедей. Окей, что-то еще хочется спросить или нам надо уже, наверное, закруглиться, да, вот, я рад тому, что у нас получился диалог, хотя не совсем такой полный, которым мне хотелось, но очень-очень-очень-очень насыщенный все же, да, и большое вам за это спасибо, и будем держаться в том же духе. Ладно, хорошо, мы сейчас попросим Натана закрыть запись. Субтитры создавал DimaTorzok